приветствую вас друзья и коллеги с вами Наталья Луната и наша минутка о выводе сегодня я отвечаю на вопрос вопрос актуальный животрепещущий для всех валяющих я думаю для особенно для тех кто валяет одежду кто валяет женскую одежду причем вопрос то такой какие волокна шелк вискозу сейчас я сейчас секундочку на какой основе шелк вискоза марли лучше свалять юбку чтобы попа не вытягивалась но я вам хочу сказать что волокна или текстиль могут быть совершенно разные и вопрос этот важен ответ на этот вопрос важен не только тем кто валяет юбки или платья это точно так же актуально для тех кто валяет брюки и тогда это может быть и не только женская мужская детская одежда можно использовать разные волокна вопрос в том как и раскладывать если вы хотите использовать допустим некоторые считают что вискозу использовать дешевле я считаю что вискоза тяжелая и ее по финансам уходит столько же сколько и шелк просто но она тяжелее в четыре раза да вот можно использовать вискозу тогда ее надо все-таки прочесывать на кардах а не раскладывать в одном направлении вот это вот запутанность прочесанной вискоза на кардах и растяжка она в итоге вам даст лучшую стабилизацию лучше армирование если вы раскладываете шелк для того чтобы меньше вытягивался я очень советую то чесучу или шелк муга или все-таки шелк тасов тусов как его некоторые называют вот это вот получше мне тоже больше нравится его как бы спутывая так прочесывать на кардах но больше всего конечно для основы я люблю шелк маргелланский потому что он ну как это уже сотканное полотно сотканное не просто из волокон а из тонюсеньких тонюсеньких ниточек то есть стабильность маргелландского шелка даже разреженного гораздо выше чем стабильность любых разложенных волокон стоит он недорого и соответственно большую площадь им раз застелить разложить очень быстро он дает хорошую очень хорошую стабилизирующую основу ну а дальше чтобы не было никакого лишнего растяжения надо разумно раскладывать 6 то есть как правило это не должна быть раскладка в одном направлении есть масса сейчас других раскладок раскладок с большими коэффициентами то есть проблемных местах нужны большие коэффициенты все это вместе вот надо учитывать что еще хорошо использовать в качестве основы это шелковые платочки мовато они дают хорошую базу ничего тут не скажешь опять-таки есть масса рецептов как их раскладывать ну вот наверное на эту тему все дальше надо уже больше говорить про раскладки а раскладки экспериментируйте конечно раскладки елочкой паркетом козликом они очень хороши для таких вот изделий как юбки и платья потому что они дают очень большую стабильность удачи вам хорошего настроения легкого красивого изящного войлока добрых друзей очень всего самого-самого лучшего